здравствуйте максим ты уже с нами да я с вами слышно меня удачи спасибо в прошлый раз не получилось выступить потому что я был в больнице были какие-то накладки facebook сегодня мне тоже повезло у меня отключился вай-фай но я сижу с телефона надеюсь все будет нормально вот у меня есть 20 минут чтобы вместить вот такой контент вот в такой тайминг я не знаю как я это сделаю поэтому что у меня обычно часовые выступления да вот соответственно кому не хватит сегодня информации можете меня добавить в instagram да там писать мне вопросы туда вот и соответственно коммуницировать там как-то вот со мной я могу с кинуть презентацию инстаграм мой можете увидеть на слайдах в нижнем углу в правом нижнем углу да вот небо тобой это мой ник вот подписывайтесь выкладывайте меня в stories все кто меня выложит сегодня в stories получит эту презентацию полную да плюс бонус от меня а там и бонусов на кучу кучу денег вот с 90 процентной скидкой вот кому интересно развиваться кому понравится мое сегодняшнее выступление белком пожалуйста там подписывайтесь отмечайте меня stories буду рад и так меня зовут макс белоусов я немножко про себя расскажу чтобы понимали да почему меня стоит слушать и было было ко мне доверие я являюсь экспертом по стратегическому комплексному маркетингу и вхожу в топ 100 лучших маркетологов россии снг по версии портала prbz мои кейсы самые такие яркие и многие которые знают это а я шабудинов я был директором по маркетингу у него в течение полутора лет тони роббинс крупнейшее мероприятие в москве 26 тысяч человек в спорткомплекс олимпийский и до этого я занимался продвижением его семинаров по всему миру это майами сингапур австралии амстердам лондон и нью-йорк и так далее да то есть два года занимался продвижением его семинаров по всему миру а также работал с радислав гандапас с эхард то ли это такой немецкий писатель собирали ему 6 тысяч человек в крокусе в москве вот также с сотрудничал со сколково с артистами blackstar из более чем ста компаниями из различных ниш да там и одежда и еда а там такой большой у меня опыт что сегодня я вам хочу рассказать про психологию клиентов это самое фундаментальное о чем вы должны прежде всего задуматься прежде чем стартовать любой проект в интернете неважно какой важно понимать суть да потому что я очень часто говорю на своих выступлениях кстати можете посмотреть если не хватит сегодня контента набрать в ютюбе психология влияния в маркетинге макс белоусов два месяца назад выступал на крупнейшей конференции по маркетингу было несколько десятков тысяч человек участников вот и там у меня часовые выступления вот кому сегодня не хватит можете посмотреть и так о чем я говорю да то что очень быстро меняются тренды до предыдущий спик играл про тик ток да там сегодня популярен тик ток там завтра будет популярен там ток ток там через три года тик тик какой-нибудь да это все инструменты да то есть это все инструменты с помощью которых мы можем делать какие-то маркетинговые штуки да там активности но если вы не знаете базиса зачем вам это делать да то ну вы не добьетесь успеха не стик током не стик тик тиком не так таком да тик током и так далее да там потому что это все инструменты да то есть если вы если вам дать лопату при этом вы не знаете где копать ну ваша лопата бессмысленная вот поэтому сегодня говорим про базис итак я расскажу сегодня про трансформацию клиента про мотивацию клиента про триггеры про креатив и про упаковку да если успею конечно что меня 20 минут и что-то естественно мы будем в ускоренном режиме сегодня пролистывать итак слайдов мне конечно много вот трансформация клиента до клиент проходит несколько стадий да вот важный момент что клиент он не статичен он меняется да то есть он меняется его мышление меняется его готовность покупать у вас продукт услугу меняется да и трансформация состояние клиента состоит ну я выделил три основных этапа это жертва пробужденный и фанат жертва когда у вашего клиента будущего клиента потенциального есть какая-то проблема да которые ему хочется решить предположим хочешь похудеть да то есть вот он у него лишний вес он хочет похудеть все он в состоянии жертва у него есть проблема я хочу похудеть и он ищет решение своей проблемы переходы состояние жертва станет пробуждённый обуславливается тем что он понимает что его проблем можно решить с вами да то есть он понимать ценность вашего предложения ценность решения да и соответственно почему пробужденный потому что он проснулся он осознанно и он максимально четко понимает, почему ему нужно решить проблему именно с вами, а не с кучей других предложений на рынке. И третье состояние – это фанат. Когда вы ему предоставили услугу, ему понравилось, он в шоке от вашего сервиса, от качества вашего продукта, все, он стал вашим фанатом, наши рассказы про то, какие вы классные друзьям, знакомым, жене, собаке и так далее. Вот, три состояния. Дальше. Есть три уровня мотивации клиента. Тоже очень интересная тема, про которую вообще никто не рассказывает. Вот сегодня вы узнаете суперэксклюзивный контент от Макса Белоусова. Напоминаю, что если понравится, обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, на некоторых слайдах он будет указан, я в конце еще укажу его, и отмечайте меня в Инстаграме, буду рад. Итак, три уровня мотивации клиента. Значит, первый уровень мотивации клиента – это явная желание клиента, о чем он, как правило, говорит. Предположим, клиент может сказать, я хочу питаться правильно. Это первый уровень мотивации клиента. Второй уровень мотивации клиента – что он делает на самом деле, на деле, то есть по факту. То есть он говорит, я хочу питаться правильно, а сам жрет всякие там бургеры, там, не знаю, кока-колой запивает и так далее. Вот он что по факту делает. И самое интересное – это третий уровень мотивации клиента – это скрытая мотивации, что он на самом деле хочет, что он делает, но он об этом даже не задумывается. Я сейчас проведу несколько примеров. Вы будете топ-маркетологом, если будете разбираться во втором и третьем уровне мотивации клиента. То есть не первое, которое люди говорят, пишут в социальных сетях, говорят знакомым, потому что мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Именно поэтому фитнес-центры, о которых сегодня тоже буду говорить, они зарабатывают на нас кучу денег. Потому что если бы фитнес-центры зарабатывали деньги именно на том, что люди делают на самом деле, они бы давно бы уже разорились. Потому что из 100% клиентов, которые покупают абонементы, и вы в том числе, я уверен, такие же, 10% только ходят постоянно. Это такие прям качки, такие фанаты спорта, зожа. Остальные 90% они купили абонемент, те раза походили и забыли. То есть кому знакомо, поставьте там плюсик, где вы смотрите эту презентацию. То есть, получается, фитнес-центры зарабатывают на желаниях клиента, на их стремлениях, но не их реальном поведении. Понимаете? Да, вот это самое интересное. Итак, давайте посмотрим три уровня мотивации клиента. Еще раз. Что я хочу, что хочет клиент, что я делаю, что делает клиент. И что я хочу и делаю, но не догадываюсь об этом. Да, вот самое интересное. Давайте возьмем за пример самую популярную социальную сеть сейчас, Инстаграм. Да, я думаю, что многие в нем зарегистрированы, да, там, ну, по крайней мере, слышали. Значит, что хочет клиент, когда регистрируется в социальной сети Инстаграм. Давайте вот небольшой такой тестик проведем. Можете просто на листочке, не знаю, в комментариях сейчас просто провести такое маленькое задание. Значит, напишите, что хочет человек, когда регистрируется в Инстаграм, это первый уровень мотивации, да. Второе, что он делает на самом деле, да, то есть вот пишем первое, что он хочет, второе, что он делает, и третье, это называется латентно, скрытое желание, мотивация клиента, что он хочет и делает, он даже не догадывается об этом, да, вот. Я подожду буквально 30 секунд еще, давайте напишите, что клиент хочет, что он делает и что он хочет и делает, но не догадывается об этом, да, то есть скрытая мотивация клиента. Вот, давайте небольшой тестик сделаем. Напишите, где вам удобно, на листочке, в комментариях. Немножко поработаем. Давайте осталось буквально 10 секундочек. 9, 8. Надеюсь, вы меня слышите. Надеюсь, меня видно. Итак, что хочет клиент в Instagram? Ну, как правило, в принципе, то же самое написано и в App Store, и на официальном сайте Instagram. Мы, скачивая Instagram, хотим делиться фото и видео из своей жизни, следить за фото и видео друзей. То есть, как бы share your life moments по-английски. Типа делимся моментами жизни. Очень все красиво, классно. Что делают люди на самом деле в Instagram? Они все говорят, что, ну, и я в том числе и вы, то, что мы хотим потреблять полезный контент, что мы хотим читать новости, факты какие-то, саморазвиваться. Нас бесят тупые курицы, которые выкладывают свои, там, пятые точки и сиськи, там, Instagram. Ну, а что на самом деле мы смотрим в Instagram? Вот как раз вот этот тупой контент. Да, потому что если бы он был непопулярный, как бы все бы эти паблики, они бы уже давно загнулись, да, в Instagram. То есть, мы потребляем хреновый тупой контент, да, я это называю еще попкорн-контент, то есть быстрое потребление. То есть, получается, да, что мы говорим, типа, мы хотим делиться в Instagram своими моментами жизни и хотим читать полезные новости. Что мы делаем на самом деле? Мы потребляем тупой контент, да, тупой, вот, про то, что говорил, там, предыдущий спикер, да, вот, 15-секундное какое-то видео, где вообще ничего не происходит, развили чай, всем весело, все, и там, куча лайков, комментариев, да, вот какой мы контент хотим потреблять. И третий уровень мотивации, что самое интересное, да, что люди хотят и делают, но даже не догадываются об этом, да, и об этом вряд ли напишет Instagram у себя на официальной странице, либо в App Store, либо в Google Play, или там, Google Market, там, App Store, где вы там скачиваете Instagram, да, что мы делали, когда это еще было возможно? Мы следили за тем, кто, кого лайкает наш, там, бывший парень, бывшая девушка, да, потому что была такая функция, можно было следить, смотреть, да. Мы пытаемся свое ЧСВ, да, чувство собственной важности раздуть, да, показать, какие мы классные, какие у нас новые часы, какие мы крутые, сколько у нас много денег, как мы там летаем на Бали, хотя при этом у нас там 100-500 кредитов и тачка в кредит, и часы в кредит, и все в кредит, да, но при этом мы создаем красивую картинку, да, для интернета. То есть, понимаете, насколько отличается то, что клиент думает, что он хочет, да, что он делает на самом деле, и что он делает и думает, но не догадывается об этом, да, представляете, насколько большой разрыв. И, естественно, вы должны понимать три уровня этих мотиваций, потому что первый уровень – это такая красивая упаковка для людей, потому что, ну, если людям написать «Скачай Instagram и покажи свое чувство собственной важности и расскажи, там, не знаю, там, покажи свою пятую точку, вряд ли люди будут это скачивать, правильно? Но мы как бы подразумеваем это, да, то есть мы как, знаете, мы как играем в игру, да, такая игра, в которой вроде бы правила все знают, как бы и Instagram знает, и пользователи Instagram знают, и те, кто подписан там на нас, вот, но при этом мы не догадываемся об этом, да, то есть, ну, напрямую мы об этом не сообщаем. Вот, давайте дальше. Пример с McDonald's, да, очень интересный. В 90-е годы в Америке в McDonald's ввело меню салаты, да, то есть полезное меню, где там морковка, салатики, да, зачем они это сделали и как это повлияло на продажу, как думаете? Продажи возросли, причем не за счет салатов, не за счет морковок, которые ввели в меню, а за счет бургеров и кока-колы, и вот, то есть, самые шняги, которые люди потребляли до этого, то есть, самое интересное произошло, почему вот это, да, потому что люди хотели поставить галочку около желания потреблять здоровую пищу, да, то есть, они, тогда это было модно в Америке, сейчас у нас это модно, то есть, получается, ну, вот идет два человека, да, один говорит, слушай, дай зайду в McDonald's, другой говорит, зачем тебе McDonald's, сейчас же типа мода здорового питания, ты что хочешь, типа там, холестерин себе поднять, ты что хочешь, умереть молодым и толстым, да, как бы, говорит, нет-нет, я за салатик. Вот приходит McDonald's, покупает себе салатик, у него на кассе спрашивают, а хотите к салатику картошечку, пирожочек, там, молочный коктейльчик, там, чизбургер, он говорит, да, давайте. То есть, в интернете гуляла такая картинка, где там толстая женщина подходит к кассе, говорит, дайте мне, пожалуйста, три бигмага и диетическую колу, да, то есть, как бы, что здесь происходит, то есть, здесь, как бы, мы покупаем индульгенцию, да, то есть, мы покупаем разрешение, да, на то, чтобы съесть плохую еду, потому что мы купили салатик, понимаете, то есть, мы, как бы, сами себя успокоили, да, и, получается, McDonald's, он сделал продажи за счет того, что люди хотели на самом деле жрать бигмаг и не думать об этом с раном зоже, да, как бы, но при этом им было признаться в этом тяжело, да, потому что, ну, как бы, все вокруг бегают, там, марафоны, там, и так далее, все такие здоровые, классные, а что же я, типа, хуже, что ли, вот. Соответственно, получается, как, да, вот эта цитата маркетолога McDonald's, то есть, он пишет то, что они действительно хотят видеть в меню салаты, но простая близость к правильному поведению удовлетворяет их интерес к нему, да, представляете, насколько это интересно, это, опять же, по три уровня мотивации клиента. Дальше. Фитнес-залы, да, то есть, то, что я говорил, спортивные залы монетизируют расхождение между желаниями и реальными действиями клиента, да, то есть, мы хотим, вроде бы, похудеть, накачать мышцы, да, там, скинуть несколько килограмм, что мы делаем на самом деле? Мы приходим в фитнес-центр, покупаем годовой абонемент, да, и пропадаем, все, у нас нету в этом фитнес-центре, максимум мы там ходим 3-4 раза, все, почему так происходит? Потому что, на самом деле, нам не нужно было худеть, мы просто хотели купить спокойствие свое, да, состояние того, что, близость к тому, близость к здоровому состоянию, понимаете, ну, как интересно, да, то есть, ну, получается, если мы хотели похудеть, да, вот у меня там около дома есть площадка, пожалуйста, мне даже в фитнес-зал не надо ходить, то есть, я могу бегать спокойно, да, там, или там заниматься, но при этом люди, которые хотят купить индульгенцию, да, вот это вот желание дотронуться, да, вот до этого состояния здорового, крутого, там, красивого, там, человека, да, что они делают? Они вместо того, чтобы начать бегать, они идут, покупают себе кроссовки Nike, да, типа там, ну, надо же подготовиться к бегу, да, я же не буду там в старую кроссовку бегать. Они покупают себе Nike, они покупают себе дорогую, там, костюм, да, там, какие-то там часы, iWatch, там, еще что-то, да, и в итоге это все лежит на полочке, и они это вообще не используют. Можете, пожалуйста, выключить микрофоны, потому что мне это мешает. Аветик Гугасян, пожалуйста, выключите микрофон. Дальше, журнал Forbes. Вот как вы думаете, кто чаще всего покупает журнал Forbes? Вот, ну, логично предположить, что люди, которые, там, интересуются бизнесом, да, то есть, которые, там, хотят как-то развиваться. На самом деле, журнал Forbes 90% людей покупает, которые вообще никак не связаны с бизнесом. Почему? Потому что они хотят просто прикоснуться к этому миру богатых, да, то есть, люди покупают журнал Forbes, чтобы быть ближе к миру богатых, а не потому, что их интересует индекс Dow Jones, понимаете? То же самое, там, с журналами типа Vogue или, там, какие-то, там, модельные Esquire и так далее. То есть, эти журналы могут покупать женщины, которые никогда не влезут в эти платья, никогда не поедут в Париж покупать себе, там, дорогие, там, какие-то, там, шмотки, да, они просто хотят прикоснуться к этой жизни. То же самое происходит, когда мы смотрим Дом-2, там, не знаю, там, в Армении, там, есть, там, какие-то, там, такие шоу, где, там, не знаю, там, женщины, мужчины, там, ругаются, да, там, не знаю, там, обсуждают отношения. Вот зачем мы это смотрим? Потому что у нас в жизни, у самих не хватает просто этих живых эмоций. Именно поэтому смотрим сериалы, читаем книги, да, там, играем в компьютерные игры, что мы хотим восполнить, да, вот это вот. То есть мы в жизни реально это не дополучаем, и мы хотим дополучить это каким-то таким суррогатным методом, способом, да, это, опять же, к трем уровням мотивации клиента относится. Получается, что маркетологи занимаются чем? Они занимаются замещением достижения цели, то есть это, получается, монетизация устремления людей, а не фактических их действий, да, вот тут мой инстаграмчик, не забываем, подписываемся, отмечаем меня в сторис. Итак, дальше, резюмируем. Три уровня мотивации клиента, да, значит, что я хочу? Это то, о чем просят люди в ходе исследований о политических, скажем, новостях в ленте, о салате в меню Макдоналдс, но что обычно игнорируется на деле, да. Второй уровень мотивации клиента. Что я делаю? Да, это все, что вы можете узнать, просто наблюдая за людьми, да, то есть как бы, что они делают по факту, да, то есть вот они там говорили одно, делают вообще другое. И третье, что я сам интересно, да, это вот латентно скрытая мотивация клиента, это то, чего люди хотят неосознанно, да, и если вы дадите им вот это, то вы сделаете их жизнь лучше, к немалым их удивлений, да, то есть получается вот те, кто владеет третьим уровнем мотивации клиента, те, кто понимают скрытые желания мотивации клиента, те маркетологи становятся самыми крутыми, да, там, и, соответственно, достигают больших результатов, да, там, с клиентами своими. Почему так происходит? Да, я уже говорил, что люди охотно рассказывают о своих чувствах, но редко говорят правду о своих привычках, реальных желаниях и потребностях, потому что впадлу признаться, что ты не идеальный, да, мы такие все, мы хотим казаться, а не быть, мы всегда хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле, да. Дальше, триггеры, да, то есть есть определенные ментальные крючки, влияющие на поведение клиента, да, то есть вот здесь я перечислил основные триггеры, которые чаще всего используются в маркетинге, это триггер последовательности, когда мы выдаем информацию порционно и шаг за шагом поэтапно. Дальше, взаимный обмен, ну, это когда, там, вы скачиваете, предположим, какую-то полезную, там, лид-магнит, какой-нибудь, там, PDF-отчет, все, у вас, получается, есть определенное обязательство перед этим человеком, потому что у вас есть благодарность, вы получили пользу, вы ничего не заплатили за это, соответственно, получается, вы хотите что-то отдать за это, да, соответственно, ваши деньги. Дальше, социальные доказательства, да, то есть то, что я вначале рассказал, что я работал, там, в Black старство, Нью-Робин, Саяц Шабудинов, Ранислав Гондопас и Сколкова и так далее, это социальные доказательства, того, что я крутой маркетолог, да, то есть вы мне больше доверяете. То же самое вы должны использовать на своих сайтах, в рекламе, то есть вы должны доказать своим потенциальным клиентам, что вы достойны того, чтобы работать с замечательными клиентами, да, дальше, авторитет, дефицит, общий враг, коллекционирование, быть частью целого, контраст, да, вот, по поводу контраста, я, кстати, вот расскажу, он очень часто встречается, но мало кто знает, что это именно триггер контраста. Итак, что же такое эффект контраста? На примере реального случая жизни, который, может быть, у вас был, либо, там, произойдет, да, там, ну, пример. Мы на вечеринке беседуем с красивой женщиной, да, там, а затем к нам присоединяется непривлекательная, ну, стрёмная некрасивая, да, какая-нибудь, то получается, что вторая будет казаться нам менее привлекательной, чем она есть на самом деле. Почему? Потому что на фоне красивой, она кажется менее красивой, да. Еще проще пример, если вы поставите воду комнатной температуры, выпейте ее, да, проанализируете ваши ощущения, после этого возьмете холодную воду из холодильника, выпейте, потом выпейте комнатную температуру, комнатной температуры покажется вода холоднее. Третий момент, вы берете теплую воду, пьете, после этого пьете воду комнатной температуры, вода комнатной температуры покажется вам теплее. Это эффект контраста. Как он используется, да, то есть, скажем, вот в продажах часто используется. Это еще называется эффект якорения. Когда мы называем цену в миллион рублей, клиент, он такой, не-не-не, у меня таких денег нет, не надо, спасибо. А мы говорим, а у нас есть другое предложение за 100 тысяч. Все, предложение за 100 тысяч уже не кажется таким ужасным и, ну, дорогим, да. При этом, если бы мы ему сказали сразу 100 тысяч, он бы сказал, нет, спасибо, до свидания. А так он уже думает, вот у него уже есть как бы тут на чаше весов миллион рублей и 100 тысяч. Поэтому, кто вам мешает, скажем, в интернете специально создать три предложения, по сути, так оно и делается, где очень дорого, где мало кто это купит точно, но если купит, будет классно. Второе предложение, чуть подешевле, да, там и третье предложение. Ваша задача, чтобы человек купил среднее, потому что первое, это совсем бомж-пакет, там вообще ничего нет, оно супер дешевое, да, просто на контрасте играем, а это супер дорогое. Мы склоняем человека к среднему предложению. При этом тут еще один ментальный триггер, ментальная ловушка, да, там NLP, не рингвистическое программирование, да, там происходит. Это когда мы думаем, клиент думает, что он делает выбор. На самом деле мы уже сделали выбор за него, да. То есть он думает, что у него в руках есть право выбора, да. То есть мы ему дали же вроде три пакета, на самом деле у него нет выбора, потому что, ну, 90% будут покупать именно вот средний вариант. У меня уже время подходит к концу. У меня очень много слайдов, там и про психоколористику, психолингвистику, фрейминг, разрыв шаблона, провокация, эффект переноса, вот столько триггеров, да, бывает. Еще раз говорю, если вам хочется узнать про это поподробнее, есть у меня часовой видео, называется «Психология влияния в маркетинге». Наберите в YouTube, посмотрите, целый час про это рассказываю. Не голопом по Европам, а размеренно, там, и, соответственно, с расстановкой, там, и все понятно, вот. Давайте быстренько перейдем к последним двум этим планам сегодняшнего выступления. Да, я уже вижу, там появились организаторы, хотят меня выгнать. Внимание, креатив, да, значит, состояние автопилота. Вы должны понимать, что все, кто находится в интернете, они находятся, знаете, в состоянии зомби, потому что сознание полностью отключено, они не воспринимают информацию так, как они должны, как вы думаете, люди воспринимают, потому что в интернете мы как зомби, да, то есть мы делаем все на автоматизме. Вы листаете ленту, вы даже не задумаетесь о том, что происходит в этой ленте, и наша задача пробиться через баннерную слепоту и достучаться до человека с помощью определенных моментов, да, то есть что-то необычное показать, да, там, скажем, не знаю, там, ргнуться матом, да, сейчас не буду материться, ну, в принципе, можно было бы, да, и вы-то запомнили бы, потому что если человек ругается матом, для другого человека это опасность, то есть это для человека сразу выброс адреналина, да, у него сразу, ну, как бы это асоциальное поведение, и он тут же думает, о, боже мой, что случилось, это опасность, на меня сейчас нападут, да, то же самое, там, скажем, использование красного цвета, да, потому что красный цвет, это, ну, знаете, кориды, да, там, вот с этими, с быками, почему они реагируют на красный цвет? Потому что это цвет крови, агрессии, да, то же самое в интернете, красная кнопочка на сайте увеличивает вашу конверсию на 20%, да, и вот эти все моменты, их куча, да, там, у меня слайдов много, я не успею. Есть еще такой эффект сидячего в туалете человека, да, это очень важный момент, то, что мы делаем весь контент, всю нашу рекламу для людей, которые сидят в туалете. Почему? Задумайтесь, а когда вы заходите в интернет, когда вы едете в такси, в машине, в метро, и в туалете сидите? Едите, не знаю, да, то есть вы занимаетесь чем-то параллельно, понимаете, и, естественно, вы не можете 100% своего сознания, внимания акцентировать на том, что вы увидите в интернете, поэтому помним, что мы создаем контент для людей, которые занимаются чем-то еще, да, вот можете назвать это эффект сидячего в туалете человека, и это запомнится. Так, сейчас я быстренько пролистаю, вот прям вот очень быстро, да, очень много там интересного, но я это не успею, потому что у меня 20 минут, но надеюсь, что меня еще раз пригласят, если вам понравится, да, и я больше времени буду иметь. Так, про упаковку тоже не успею, но скажу важный момент. Правило 15 секунд. За 15 секунд клиент должен понять, куда он попал, что ему продают, зачем ему это надо, да, то есть за 15 секунд вы должны донести эту информацию клиенту, да, можете там собрать фокус-группу из жены, ребенка, там, соседей, и показать им сайт, сказать, вы понимаете, что здесь продается, вы понимаете, зачем вам это надо, вы понимаете ценность, если говорить, нет, 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 все, у вас очень плохая упаковка, надо переделывать. Все, я, в принципе, ну, основное, там, да, там, ну, процента 3 донес, то, что я хотел, да, из 100% информации, которую я, в принципе, по этой теме рассказываю. Если какие-то вопросы есть, давайте задавать, если у меня, как бы, время осталось, да, если нет, ну, как бы, извините. Большое спасибо, Максим. У нас обсуждение в комментариях, я предлагаю присоединиться там к обсуждению. А где, где, фейсбук? Да, да. Смотрите, сколько интересного. А я, я не успел рассказать, смотрите, сколько всего. Ой-ой-ой. Вот мои контакты. Да, вот мои контакты, пожалуйста, еще раз, инстаграмчик мой, мой телеграмчик. Подписывайтесь, пишите, отмечайте меня в сторис. Спасибо организаторам, что позвали. Надеюсь, понравилось, надеюсь, было полезно, да, там, вот, Армения, One Love, люблю, приеду к вам обязательно. Все, спасибо. Все, спасибо большое. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok